В 1921 году ослепший англичанин Джеймс Биггс, чтобы отличиться от обычных прохожей с тросточкой, покрасил свою трость в белый цвет. Этот факт сыграл весьма интересную роль в истории. Спустя некоторое время, в 1969 году, вспомнили об этом сообразительном англичанине и сделали белую трость главным атрибутом незрячего человека, а 13 октября признали Международным Днем Слепых. Брестская областная организация «Белорусское товарищество инвалидов» по зрению сегодня объединяет более трех тысяч человек и все не нуждаются в особом внимании. Наша пресс-конференция посвящается вопросу молодежной политики, то есть развитию молодежного движения в системе БелТИС. Почему мы поднимаем такой вопрос? Потому что, ну, к сожалению, проанализив цифровые, вот нашу статистику, наши цифры, членов товарищества нашего, хочется сказать, что вот на сегодняшний день в области 3150 инвалидов по зрению, которые стоят на учете нашей организации. И из них трудоспособного возраста только 1140, а молодежи от 18 до 31 года – 188 человек. Сегодня современные технологии позволяют слабовидящим людям читать, осваивать компьютеры и общаться в сети интернет. У них достаточно много друзей, и они не закрываются в четырех стенах своего одиночества. Их упорству и силе воли может позавидовать самый здоровый человек. Они учатся в университетах, работают в престижных организациях. И каждый из тех, кто чего-то достиг, старается помочь другому человеку, оказавшемуся в беде. Они не заражены болезнью ничего не делания и бесчувствия. И самое главное – они добиваются намеченных целей, несмотря на возникающие на их пути препятствия. Каждый год наши дети поступают в различные учебные заведения. Так, тесные контакты мы имеем с Брестским государственным университетом имени Пушкина, где постоянно, каждый год дети поступают в это учреждение образования. Исторический факультет, социально-педагогический факультет, юридический факультет, физико-математический факультет. Нам трудно представить, с какими трудностями приходится сталкиваться слабовидящим или вовсе слепым. Но попытка уравнять больных и здоровых людей позволит первым почувствовать себя полноценными, а вторым не быть к ним равнодушным, имеет свои плоды. Ведь тысячи людей с ограниченными возможностями не лишены простых человеческих благ.